К этому моменту депутаты долго готовились. На заседании Думы присутствуют даже горожане, которые записывались заранее. Тем временем народные избранники предлагают провести референдум, чтобы обсудить два вопроса, касающиеся вредных производств. Первый вопрос будет звучать так. Считаете ли вы необходимым размещение производства сурьмы, соединений сурьмы на территории Озбестовского городского округа? Пункт второй. Считаете ли вы необходимым закрытие предприятия по хранению, утилизации медицинских отходов на территории Озбестовского городского округа? Тема экологического благополучия Озбеста стоит остро. В городе даже прошел массовый митинг против размещения в промзоне завода по переработке сурьмы. Люди создали петицию, которая собрала 13 тысяч подписей. Документ был отправлен в администрацию президента. А теперь вместе говорим сурьму в Москву! Поверживаете? Да! На Красной площади ее! Однако недавно областные чиновники заявили, что намерены сделать Озбест территории опережающего развития и разместить в городе частный технопарк, президентом которого станет и сурьминая компания. Администрация вопрос пока не комментирует, а жители против. Их больше волнует собственное здоровье. Не сама сурьма так страшна, а само производство, выделение. Вот там выделяются всевозможные обхазы и так далее. И те отходы, которые мы будем складировать здесь, они будут десятилетиями и больше отравлять нашу экологию. Тем временем на Думе решают, что авторы идеи референдума должны будут предоставить проект, как будет организовано мероприятие. Его обсудят 10 мая. Активисты подготовили и запасной вариант на случай, если парламентарий отклонят инициативу. Мы соберем инициативную группу граждан, жителей города Озбеста, которая самостоятельно инициирует проведение общегородского референдума. А если депутаты поддержат проект, то референдум пройдет в единый день голосования 10 сентября. Отмечу, что в этот же день будет избираться и новый состав местной думы. Продолжение следует...